Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Буквально недавно была уникальная рулетка на контейнеры, а сейчас, ребят, уникальность заключается в том, что ребята-разработчики выложили две рулетки на танки, причем одновременно. Но я такого, честно говоря, в нашей истории не помню. У нас есть рулетка на виндикатора и есть рулетка на предейтера. Если я правильно помню, то предейтер это хищник, а виндикатор это тот, который приносит возмездие. Ну, если бы там недословный перевод производить. Короче говоря, хотите берете тяжелый танк, хотите берете ПТ-шку, но как берете? Пытаетесь ее достать из той рулетки, которую вам предлагают. Сейчас сделаем обзорчик на виндикатора, посмотрим наши шансы на выпадение машины. Понятное дело, выкатим ее из ангара для того, чтобы затестить, вне зависимости от того, выпадет она или нет. Делаю это на своем твинке, потому что, к моему глубочайшему сожалению, на моей основе у меня всего лишь 6000 золота. И понятное дело, что прокрутить рулетку на полную я не имею возможности, хотя, наверное, сделал бы это ради не виндикатора, а именно ради хищника. Что касается рулетки на виндикатора, которую сейчас будем заценивать, ну и, соответственно, саму машину будем тестить. Здесь, ребят, 11 прокрутов. Если вам машина выпадет в пределах 8 прокрутов, то есть с 8 прокрутом включительно, то вы себе заберете машину и какие-то вкусняшки, ништячки за 4500 золота. И это действительно очень круто. Это действительно очень классно, потому что машина, ну, стоит своих 4,5 косаря золота. Хотя чисто для фана, чисто, ребят, ради интереса. И, по правде говоря, ну, машина далеко не самая крутая и далеко не самая играбельная и самая веселая. Но факт остается фактом. Это редкая машина и она редко выпадает в возможности приобрести ее за голду. Я вообще не помню, чтобы за голду ее на продажу выставляли. Все же, ребят, если с прокрутом 8 учитывать, то 4500, если быть точным, 4505. Если мы берем 8 прокрутов, проходим и делаем 9 еще прокрут, то 7000. Ну, а если прокрутите полностью всю рулетку, то тогда 12505. Ну, грубо говоря, 12500. Вот эти вот 5 постоянно, блин, мешают. Короче говоря, 12500 за полностью все, что здесь лежит. По большому счету, особо интересного здесь ничего нет. Здесь есть два легендарных внешних вида для этой машины. Да, у нее два легендарных внешних вида. В зависимости от того, то ли за какую фракцию вы там воевали, то ли за какую колонию. Напишите в комментариях, кто разбирается в этой тематике. Я не силен, знаю только, что они отличались как раз внешним видом. Были желтые машины и были зеленые машины. Вот таких вот два легендарных внешних вида, в зависимости от вашего настроения, можете напялить на данную тачку. Два аватара. Зачем два аватара анимированных? Ну, скорее всего, для того, чтобы чем-то здесь нагромоздить, но в то же время ничего особо не предоставить. Есть 10x целых 7 штучек и 10 штучек по x5. Короче говоря, можете использовать на каких-то веточках, которые сложно прогачиваемые. Что касается всего остального, в основном хлам. Есть вот такая вот штука. Это фон профиля. Ну, красиво. Вопросов нет. Действительно красиво. Но я бы не сказал, что это тоже то, за что хотелось бы отдавать свою голду, по крайней мере в моем случае. Меня же все-таки интересует выпадение машины. Что касается шансов, то здесь, в принципе, все как обычно. Если в индикатор есть, то 2500 голды компенсация. Можно немножко поиграться, чисто ради интереса. Если вдруг выпадет, то вы окупитесь. Но, опять-таки, сильно не заигрывайтесь для того, чтобы голду не слить. Ну, а дальше шансы сами видите. Я бы не сказал, что сильно крутые на то, что действительно интересует. Ну что, давайте попытаемся покрутить. Сделаем несколько прокрутов, чтобы посмотреть шансы выпадения данной машины. Как говорил, делаем это на моем твинке. Здесь у меня запас золота немножко есть, которым я могу пожертвовать ради того, чтобы вас порадовать видосом. Здесь 50000 серебром. Скорее всего, сейчас мне упадет либо бустеры, либо анимированный аватар. Потому что все остальное я лично считаю более ценным. Вот здесь удивлен, удивлен. Целых 10х5, но все равно не могу сказать, что я этому рад. Хотя ценник не сильно так уж и большой. Можно поиграться, можно немножечко там поклацать. Но, как показывает практика, если с самого начала начинает выпадать всякого рода, извините, фуфло, то дальше вероятность того, что вы что-то нормальное возьмете, Ну, крайне-крайне маленькое. Ну, давай, в индикатор упадешь. Нет. Нет, не упал. Зато теперь у меня есть анимированный аватар. Едем дальше. 550 золота тратим. И что мы с этого получаем? Ну, давай. Ну, упади, пожалуйста. Нет. Бустеры. Ну, 850 золотом. Это, наверное, последний прокрут, который я сейчас сделаю. По одной простой причине. Потому что я дошел до 6 уровня. Дальше мне необходимо будет вывалить за 7 и за 8 прокруты практически 3000 золота. Я к этому не готов. Ну, просто потому что моя копилка слишком скудна. А в индикатор, ну, явно, явно этого не стоит. Чисто ради вас, ребят, делаю. Поддержите лайком. Напишите в комментариях свои впечатления. Ну, и обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я для вас стараюсь. Ну, вот и все, в принципе. Забрал еще один анимированный аватар. Он мне так надо, в принципе, как болячка в левый бок. Либо как свиньи апельсины. Либо как коровье седло. Короче говоря, называть можно как угодно. Но я лично. Вот если бы меня спросили, отдал ли бы я то золото, которое я сейчас потратил, за то, что я получил, я бы с пеной рта кричал, нет, ни в коем случае. Пожалуйста, не надо. Вот такие вот шансы выпадения. Ну, а теперь давайте перейдем на пресс-аккаунт и выкатим данную машину из ангара, для того, чтобы ее заценить. Ну что ж, продолжаем разговор. Виндикатор. Что он собой представляет? Огромный, огромный ствол. Крайне короткий. И, к слову, ребят, крайне косое орудие в большинстве своем. Приобладающем в большинстве, без полного сведения. Или не находясь впритык прямо к своему врагу. Будьте готовы к тому, что на дальних расстояниях вы будете плевать свои снаряды, куда попало. Но только не в своих соперников. Время сведения 4,4. Это просто заоблачная цифра для седьмого уровня. Разброс просто безбожный 0,413. При этом всем урон в минуту целых 2900. И на седьмом уровне это действительно крутой показатель. Время перезарядки, я бы сказал, оставляет желать лучшего. Но в целом, с учетом того, что мы накидываем за выстрел по 640 на базовом снаряде, 545 кумулятивными, и плюс к тому, имеем осколочно-фугасные с пробитием в целых 80 единиц на седьмом уровне и 900 единиц альфы при этом, я считаю, что время перезарядки вполне себе аргументированное. Что действительно будет бить вам под колено, причем сзадием, так, чтобы вы зарыли носом, так это угол склонения орудия вниз минус 2. Просто безбожно, безбожно низкий уровень склонения орудия, но такие машины у нас есть и проходные, в частности, всякого рода сушки в дереве Советского Союза. В общем, те, кто играли, те поймут, о чем я говорю. Комфорта нет вообще никакого с таким углом склонения, и машина отыгрывается нормально, только на прям совсем каких-то ровных картах. Что касается брони, ну, стоит отметить, ребят, что здесь у нас есть великолепный ковш спереди, который скрывает всю переднюю часть машины. Это действительно помогает в игре, в основном лупят куда попало. Кажется, что вроде бы можешь где-то здесь пробить, но по факту ты не пробиваешь, потому что этот ковш скрывает вполне себе для 7 уровня хорошо забронированную машину. Там, где переведенка, есть по 180, по 190, а порой даже за 200 заходит, как вы видите. Есть вот такая вот комбашня, которая, да, в основном, в основном выцеливается соперниками, и к этому необходимо быть готовым. Но, в целом, машина так хорошо выглядит спереди, и настолько устрашает своим огромным орудием и разовым уродом, что особо долго напротив вас никто стоять не будет. Поэтому, если вы не будете стоять на месте, а будете там плюс-минус как-то двигаться, то выцелить комбашню, я бы не сказал, что задача из легких, но, в целом, вполне себе выполнима. Что касается бортов, ну, это прям кладец, прям кладец для фугасов, потому что здесь, допустим, 40 мм. Что касается кормы, здесь 48 с приведенкой, 45 без нее. Поэтому, ребят, машина должна отыгрываться исключительно мордой лица вперед, никого не боясь, вот прям смотря глаза в глаза своим соперникам. Что касается сравнения с другими машинами, ну, смотрите, по ДПМу, ни вашим, ни нашим, я бы сказал, что нормальный, не заоблачный, но лучше, чем у некоторых, хуже, чем у других. Что касается пробития, 155, 155, ребят, для понимания, по сравнению с другими ПТХами на уровне, нет никого хуже. Вы можете, безусловно, поставить себе калиброванные снаряды и каким-то образом, плюс-минус, там, может даже вот этого товарища Хельсинга обскакать, но 171 тоже далеко не ровнее для машин на седьмом уровне. При этом всем, если вы ставите себе калиброванные снаряды, то у вас, ребят, время перезарядки будет уже в 15 практически секунд. И это действительно очень много, потому что вы, как вы видите, с худшим показателем на уровне, все машины ПТХи более скорострельные, да еще и плюс, поснайперить на данной машине, как я говорил, из-за косового орудия, не получится однозначно. Играя с досылателем, вы все равно хуже, чем все на уровне по времени перезарядки, но хоть как-то еще. Поэтому все-таки лучше использовать голду в случае необходимости, нежели играть на калиброванных снарядах. Но это мое мнение, вы свое пишите обязательно в комментариях, но только учтите, что учитываются те мнения, которые высказываются людьми, у которых Виндикатор есть, а не те, которые где-то у какой-то бабки услышали у себя под подъездом, как она говорила, что я на Виндикаторе катаю только на калиброванных снарядах. Поэтому, ребят, давайте высказывать честное мнение по поводу машин. Вот вам сведение. Сведение просто безбожное. Да тут, в принципе, куда ни плюнь, все безбожное. Тут даже вот скорость движения машины 30, и есть мало машин, которые могут сравниться с таким безбожным временем поездки на 100 км в час. Ну вот просто есть еще там АТ-7, который прям вообще ниже Плинтуса упал во всей этой братьи ПТ-шной седьмого левела. Но в основном машины им куда подвижнее. Поэтому машина, я бы сказал, нудновато играется. И это действительно факт, действительно правда. При этом всем, несмотря на то, что это коллекционка, доходность 150%. Я считаю, что это довольно неплохо для такой машины, которая, ну, прям совсем не веселая. И, по крайней мере, серебром будет вам что-то компенсировать. Что касается процента побед, то целых 52,7, ну, лучше, чем у многих других. Но, ребят, катали машину только 114 игроков за последнее время. Это действительно очень-очень низкий показатель. Сравнивать с кем-то, у кого, допустим, там полтысячи игроков фанятся на том же самом Хельсинге и имеют 54,5%. Ну, прям совсем нечестно будет по отношению ни как к индикатору, ни как к остальным машинам, которые есть на уровне. Вот так выглядят технические характеристики. Я думаю, что мы можем смело после этого всего брать машину. И погнали, попытаемся ее реализовать. Настолько, насколько это возможно. Поехали. Ну что, давайте будем тестить. И первое, что хочется сказать, что единственное направление, где на этой машине можно нормально играть на карте Альпельштадт, это город. Потому что направо дорога нам заказана, у нас угла склонения орудия нет вообще. Вот если я буду стоять вот так, ребят, и давайте посмотрим, к чему это приводит. То все, привет, я только могу по воронам стрелять сверху. Мне необходимо выехать прямо на самый верх, для того, чтобы можно было выцеливать кого-то на своем же уровне. Ну, я имею в виду горизонтально находящимся. Нафига ты вот это делаешь, буги? Что происходит? Тебе заняться нечем? Хочешь попритираться ко мне? Ну, я уже слишком взрослый мальчик, чтобы в такие игры играть. Поехали, попытаемся в городе что-то сделать. Надеюсь, этот буги не будет нам мешать. И он просто сейчас пытается найти себя на этой карте. Давайте попытаемся свестись и выстрелить. Ну, вот вам сведение просто безбожное. Но урон, урон, он очень приятен. Теперь время перезарядки. Как я говорил, с учетом того, сколько урона мы накидываем, то в целом очень неплохо. Стоит вот так вот, когда едешь вперед на своего врага, вправо-влево немножко мансить, для того, чтобы не давать ему возможности нормально выцелить комбашню. Вот что касается необходимости использования голдовых снарядов. Сейчас киборга выцеливать было бы очень сложно в нижний бронелист. Ну и, соответственно, решил бросить сразу голдовым снарядом. Сейчас вот этого товарища мы однозначно доберем, отправим. Вот его нижний бронелист, но время сведения, ребят, оставляет желать лучшего. И подставляя свою бортину, я великолепно в нее отхватываю. Здесь брони абсолютно никакой нет, подвижности прям какой-то суперовой тоже нет. Укатиться не получилось. Но урон, какой-никакой, за бой я набросал. Теперь, что касается передней части. Ну, как вы видите, вот они отверстия. Но, честно говоря, в пылу боя я как-то не обратил внимания. Данное пробитие, ну, явно не левое пробитие. А вот это центральное пробитие зашло мне с уроном или без. Если хотите, отмотайте немножко назад. Пересмотрите момент попадания для того, чтобы понимать, на что способен этот ковш. Вообще, когда видишь перед собой в индикатора, то складывается впечатление, что пробить его вообще невозможно. Он весь, зараза, красный. И действительно, порой довольно-таки сильно пугает. Ну что, досматриваем бой. И давайте попытаемся взять машину еще разочек. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, благодаря нашим союзникам победам 1400 единиц нанесенного урона, знак классности третьей степени, один уничтоженный соперник. Что касается результатов фарма, то, как я говорил, 150% доходность у данной машины это нам приносит с учетом прем-аккаунта в чистом виде 32 тысячи с копейками. Ну а если без према, то 16700. Я считаю, что это, в принципе, как для коллекционки нормально. Вы не в минусе, и если вам нравится играть на этой машине, то получаете удовольствие не в ущерб своей серебряной копилке. Что касается нашей результативности в команде, то обратите внимание, несмотря на то, что я слился одним из первых, мы занимаем третье место в команде по урону. И я могу сравнить игру на данной тачке с игрой на Крушителе, на КВ-2. То есть на тех машинах, которые дают хороший разовый урон, и по большей части основная ваша задача сделать 3-4 хороших выстрела с нанесением урона. И вы уже в топе в команде по урону, и вы уже сделали свой вклад в победу. Короче говоря, работаем исключительно от альфы. Ну что, поехали, попробуем еще раз закатиться. Итак, второй бой. Теперь давайте заценивать машину и параллельно комментировать. Давайте обсудим подвижность. С подвижностью машина посредственная. Она очень-очень туго передвигается. Можно сказать, что она приближена к тем тачкам, которые исключительно одного направления. То есть бодренько куда-нибудь перекатиться, поменять местоположение у вас не получится. Вам необходимо с самого начала боя плюс-минус понимать, как будут развиваться события в бою. Ну и, соответственно, принимать взвешенное решение, куда вы собираетесь ехать. И, в принципе, планировать там оставаться в течение практически всего боя. Что касается стрельбы на дальних расстояниях. Ну, начнем с того, что на дальних расстояниях... Сейчас, секунду. Вот представим себе, что я его вижу. Пока я сведусь. То есть соперник должен стоять недвижимо очень долго. Ну, а что касается точности стрельбы, то поскольку соперник сейчас у нас находится за холмиком, то нет такого желания бросать чисто наугад, чисто для красоты, для того, чтобы показать, как снаряд летит. Все-таки нас интересует честный заценок. Стреляя не по воробьям, не по каким-то вымышленным целям. ВК заря туда сейчас полез, потому что есть СМВ, есть квас, и все эти ребята сейчас будут очень бодро его разбирать. Вот так мы выглядим в собственном прицеле. Согласитесь, не очень круто, когда стоишь бортом, но зато, когда стоишь лбом, то там действительно есть чем похвастаться. Так, сейчас на секунду откачусь. Вот будет, даст бог, сейчас проезжать. Вот мы сводимся. Ну, фарт неимоверный. Серьезно, я сейчас больше чем уверен был, что там снаряд пролетит мимо, но все-таки повезло и попал по соперникам. Так, поехали. Квасоид не хулигань. 800 с копейками урона не нанесу, но существенно поцарапаю и сделаю тебя шотным. Так, адреналин. Адреналин, адреналин. Зря я погнался за квасом. Дурная была затея. Так, ладно. Сейчас буду в корму получать. Сделал глупость. Да, допускаю. Допускаю существенную ошибку. Надо было мне этого не делать. Надо было к своим перекатываться. Но вот сейчас с квасом местами поменяемся, и дальше у меня шансов гораздо больше. Попытаться что-нибудь еще сделать. Блин, меня светят. Ай-яй-яй. Ну давай, выезжай на меня. Понимает квас, что в принципе я в любом случае его забираю. Понятное дело, что сейчас на передовую лезть не будет. Так, Василиск. Выцель у тебя? Нет. Сейчас попробуем. Вот как раз заодно и заценим. На удивление неплохо. Раньше машина как-то похуже игралась. Не знаю. Может там что-то немножко подкрутили. Для того, чтобы интереснее было. Но я четко помню, что раньше на виндикаторе, на дальних расстояниях отыгрывать было ну просто таки невозможно. Так, пока не будем никуда выезжать. Далеко. Ну вот здесь сейчас очень неприятная ситуация. Мне не хватает угла склонения. Для того, чтобы можно было крушителя нормально выселить. Выселить. Да, выселить. Как раз выселить. Правильно. Правильно будет сказать. Выселить его в сторону ангара. Или хотя бы сделать его шотным. Но. Но нет, ребят. Не вариант абсолютно. Крушитель, зараза, для нас недосягаем. Все-таки уровень пробития у данной машины, как я говорил, практически на уровне плинтуса. Или можно сказать, что все-таки на нем. Ну и, соответственно, крушитель для нас неприступен абсолютно. Так, ну здесь фугас помог. Пробуем адреналин. Не знаю, если сейчас повезет, то может еще Василиска доберу. Нет. Василиск меня выцеливает. Да и, в принципе, как бы ничего удивительного. Вот она, комбашня. И, понятное дело, что остатки ХП забрал он у меня абсолютно спокойно. Там хорошее время сведения, очень точное орудие и вполне себе нормальное уровне, с нормальным уровнем пробития. Поэтому здесь, как бы, вообще никаких вопросов не было. Ну и даже если бы я его вынес, то все равно Крушака бы навряд ли смог добрать. 2560 единиц урона. Один сделанный фраг. Что касается доходности, то обратите внимание, мы не в минусе. И уже, слава богу. За время боя мы сделали 7 выстрелов. Из них мы реализовали нормальное количество и с нормальным уроном. Что касается, ребят, того, какое место в команде по урону. Понятное дело, что первое. Как я говорил, на этой машине делаете 3 или 4 удачных выстрела. И вы уже, в принципе, в топе своей команды. Что касается нашего соперника Крушителя, то он, конечно, до нас сейчас не дотянул. Но где-то мог бы сделать то же самое. Если бы более активно участвовал в замесах и не играл на дальних расстояниях. Давайте будем суммировать. Ну, начнем, наверное, с того, что я бы себе хотел данную машину. Если бы у меня была возможность ее просто взять и приобрести, я бы ее обязательно приобрел. Но только вопрос цены. Потому что отдавать 12,5, прокручивая полностью всю рулетку. Я, допустим, не готов ради этой машины. Если ради Крушителя 15,5 тысяч я был готов слить. То эта машина не настолько фановая и не настолько крутая, чтобы тратить на нее 12,5 кусков золота. Что касается самой рулетки. На 12,5 кусков золота она не тянет однозначно. По одной простой причине. Потому что если вдруг вы не доходите до самого конца. То есть вы на каком-то этапе бросаете прокрутой рулетки. То, соответственно, вы остаетесь без виндикатора. Если он вам не выпал, она вряд ли вы будете бросать раньше. Я имею ввиду, если вы прокручивали, поставили себе цель 6 прокрутов. Виндикатор вам не выпал. Дальше вы психанули и не пошли. Дальше не сливаетесь по голде. То, ребят, вы из этой рулетки себе ценного особо ничего не получаете. Вы получаете аватары, которые по большому счету ничего вам в игре не дадут. Вы получаете себе внешний вид. Один или второй. Или может быть даже два. На машину, которую вы не получили. Поэтому, по большому счету, если вы на каком-то этапе останавливаетесь и дальше не идете за виндикатором, то самое ценное, что вы можете отсюда забрать, это X10 и X5. Все остальное вам, в принципе, не надо, если самого виндикатора у вас не будет. Ну, а здесь тогда вам необходимо принимать решение. Вы готовы идти ва-банк в этой рулетке и крутить до тех пор, пока виндикатор вам не выпадет? Или не готовы? Я, честно говоря, не готов. Если бы меня спросили, за какую цену я готов приобрести себе данную машину, если бы она появилась на продаже, то скажу откровенно, я бы взял ее себе в составе какого-нибудь набора с одним каким-то, пускай даже, легендарным внешним видом, грубо говоря, за 6-7 тысяч, в зависимости от состава набора. Но не более 7 тысяч голды. Да, это семерка, и я озвучиваю сейчас стоимость какой-нибудь годной восьмерки, но для себя, ради интереса, ради фана и в коллекцию, за 7 тысяч я бы, наверное, все-таки себе эту машину взял. Что же касается хищника Predator UM, мы обязательно его заценим. Буквально через полчаса-час на канале появится точно такое же видео с шансами выпадения, с прокрутами рулетки и с тестом данной машины в реальных боях. Поэтому, если хотите это дело не пропустить, подписывайтесь прямо сейчас. Но обязательно это делайте, если вы за честность автора и за честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Ни в коем случае никогда не посоветую вам чего-либо, что может вас потенциально расстроить. Побежал снимать видос про хищника, ну а вас жду в гости через полчаса-час. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok